В эту пятницу 21 августа заканчивается один из важнейших этапов избирательной кампании. Это последний день для сбора подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента. Уже в субботу Центр избирком официально объявит фамилии тех, кому удалось собрать необходимый кандидатский минимум — 100 тысяч автографов белорусов. По информации, озвученной сегодня главой цикли Ди Ермошиной, пять инициативных групп из восьми уже начали процесс сдачи подписных листов для проверки. 10 сентября на заседании Центра избиркома планируют официально зарегистрировать персонали и тех, кто продолжит участие в предвыборной гонке. Тогда же начнется и самая активная часть кампании — агитация. Но и до этого времени экспертам есть зачем следить. В Беларуси уже зарегистрировано более пяти сотен внутренних наблюдателей. Сегодня в Центр избиркоме прошла встреча с главой миссии наблюдателей от СНГ, которые будут вести мониторинг. Удостоверение с порядковым номером один Лидия Ермошина выдала исполнительному секретарю Содружества независимых государств Сергею Лебедеву. Самое главное вам вручаю. Во-первых, мандат удостоверения, как обычно по традиции, под номером один международного наблюдателя за выборами президента господи Беларуси. Это ваше. Миссия от СНГ участвовала в наблюдении за всеми президентскими выборами в истории независимой Беларуси. О своем участии в мониторинге в составе миссии уже заявили представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Туркменистана. Всего ожидается, что в группе наблюдателей от СНГ будет около 400 человек. Конечно, заочное наблюдение за ходом подготовки к выборам уже велось по публикациям в интернете и средствам массовой информации. Ведь часть представителей миссии от СНГ работают в штаб-квартире этой организации, которая находится как раз в Минске. Общие впечатления у нас удовлетворительные в ходе кампании. Все идет планово. В соответствии с законодательством Республики Беларусь я хочу особо подчеркнуть. Каких-то острых проблем мы сейчас не видим в ходе избирательной кампании. И очень надеемся на то, что этих проблем и не будет. Я очень надеюсь, что вот этот спокойный ход избирательной кампании сохранится до завершения выборов. Уже после переговоров в Центр-Избиркоме миссия наблюдателей от СНГ приступила непосредственно к мониторингу хода предвыборной кампании. В Держинском районе подготовка к важнейшему политическому событию года идет полным ходом. Сейчас формируются избирательные участки, а также ведется прием подписных листов от инициативных групп. Сергей Лебедев отмечает, что в Беларуси растет уровень профессионализма тех, кто непосредственно участвует в организации процесса выборов. Для нас главная задача не накопать какие-то недостатки, упущения и потом упрекать местные органы, отвечающие за выборы, в том, что они плохо их провели, а помочь всем структурам, которые занимаются подготовкой и проведением выборов, так организовать выборы, чтобы они обеспечили право граждан Республики Беларусь на свободные воли и изъявления. В центре Держинска представители миссии наблюдателей от СНГ посетили пикеты, где собирают подписи за выдвижение в кандидаты на пост президента. Сегодня в городе работали две инициативные группы. Уровень подготовки членов избирательных комиссий намного вырос. Поэтому выбор это накладывает отпечаток именно на ход избирательной кампании. То есть выборы идут четко, организованно, строго в соответствии с действующим законодательством и самое главное без ошибок. Без ошибок, которые возможны в любой кампании, но на сегодняшний день члены комиссии благодаря своей подготовке их не допускают. А это очень важно. Уже на следующей неделе группа наблюдателей от СНГ сможет ознакомиться с первыми шагами деятельности участковых избирательных комиссий. Сейчас идет выдвижение представителей в их состав. В стране таких комиссий образовано свыше 6 тысяч. Еще 49 за рубежом. Кстати, долгосрочные наблюдатели от ОБСЕ начнут работу предположительно 1 сентября. Кроме того, впервые участвовать в мониторинге выборов главы государства в Беларуси будут и представители Шанхайской организации сотрудничества. Алексей Дашкин, Антонина Станкевич, Юрий Сахадзе и Виталий Селявко. Агентство теленовостей.